10 ноября 1961 года Брайан Эпстайн посетил кафе Каверн Клаб, где услышал The Beatles Я впервые услышал Бетров Несколько позже в доме у своего Одноклассника Вася Васильева У которого был магнитофон Кассету с бетлами принесла ему старшая сестра В те годы студентка Перед этим мы читали о бетлах в крокодиле Где описывалось, как под дикую Какофонию четырех волосатых Уродов беснуется толпа таких же уродов Мы слушали красивую Мелодичную музыку и не удоумевали Почему какофония Поверьте, возраст не самое страшное Что ждет нас в жизни Гораздо страшнее потери Когда уже некому сказать А знаешь, мам Или послушай, пап И этот ветер перемен сбивает нас с ног И дует в никем не прикрытую спину Вы остаетесь на этом сквозняке один на один Так что Самого возраста бояться не стоит Куда страшнее то, что приходит с ним Поэтому очень цените Это время без сквозняков Шер Азнавур Шансонье, композитор, поэт На фото с отцом Мимиконом Азнавуряном 62-й год Леонид Ингибаров Мать долгих 20 лет мечтала Чтобы ее сын был Не как все Сама она родилась и выросла В Мариной роще У нее было все В общем, как у людей Трудное детство Восемь сестер и братьев Война Муж, погибший на фронте И голодные послевоенные годы Все как у людей, обычных В Мариной роще И страстно она хотела Чтобы ее сын был Не как все Правда, фантазия матери В выборе профессий для сына Дальше переводчика Где-то в посольстве Не шла Да и трудно Тренировать фантазию Когда тебе едва Исполнилось 20 А ты уже шьешь По 20 часов в сутки Варежки С одним пальцем На правой руке Такая мода была Во время войны И когда эта мода прошла Марина роще Снова зацвела Своими сквериками Мать За те 10 лет Пока не срубили ясени И не поставили Серые кооперативные коробки Сумела вырастить сына На последние гроши Покупала книги Сын вырос По старой традиции Мариной роще Прекрасно Бил обеими руками Не только на ринге Был дерзок Смел на экзаменах В своем-то Непонятном То ли литературном То ли еще Каком-то Искусственном институте И когда старые профессора Ставили его в пример За скромность Талант и воспитанность Они не удивлялись Что его мама Кончила всего 4 класса Они видели ее руки И для матери Наступил счастливый день Сын наконец Сделал для нее Главное Принес То Что она долгие годы ждала То, что не имела Ни сама Ни ее подруги Диплом О высшем образовании Мать стояла Во дворе у корыта А соседка Тетка Фрося Сидела на скамейке И лузгала семечки Когда сын Пританцовывая Шутливо бросил Матери бордовую книжку Держи, ма Все И убежал Скоро буду Она вытерла руки Раскрыла диплом И непрошенные слезы И скривили Двор И тетку Фрося На лавочке Что там такое Поднялась Тетя Фрося Клоун Прочла мать Дрожащими руками Тетя Фрося Обнимая ее Сказала Ну, ничего Что ты расстраиваешься Не бойся Тоже профессии В 1909 году Лев Толстой Записал в дневнике Чтобы быть художником Слово Надо, чтобы Было свойственно Высоко подниматься Душу И низко падать Низко падать Мы умеем Ни за что Не написать мне так Чтоб понравилось Нашему министру культуры А вот по Чехову Заяц Ежели его бить Спички может зажигать Значит Заяц-то он Поумнее будет Тогда Я познакомилась С этой сестрой Которая была Довольно известная Баба Елена Михайловна Ариенц Муж Был Консулом Даже В Соединенных Штатах Они были Выдающими людьми Которые потом Конечно сидели Его убили Она долго сидела Потом вернулась И Сидела вместе с ним С Мандерштам Понимаете Поэтому Она очень дружила С Надеждой Яковлевной И я помню Один прекрасный день Она задала мне вопрос Мариулина Вы хотите Познакомиться С Надеждой Яковлевной Я говорю Да Хочу Хочу Андрей Тарковский Сегодня мне приснился Странный сон Будто я смотрю На небо А оно Светлое-светлое Тусклое И высоко-высоко Медленно летит Как бы Материализованный свет Словно Волоконца Солнечной ткани Похожные на Шелковые Живые стежки На японском Крэпе От вышивки И мне кажется Что волоконца Эти светоносные И живые нити Двигаются И плывут И становятся Похожими на птиц Парящих Недостижимо высоко Так высоко Что если птицы Будут терять перья Эти перья Не упадут Не опустятся на землю А улетят вверх Унесутся Чтобы навсегда Исчезнуть Из нашего мира И течет Опускается оттуда же Тихая волшебная музыка То ли музыка Похожая на колокольчики То ли курлыканье Птиц похожие на музыку Это журавли Вдруг услышал я Чей-то голос И проснулся Странный Прекрасный сон Иногда мне снятся Чудные сны И мы познакомились И очень дружили Несмотря на то На то Что у Надежды Яковлевны Был характер Вот такой Она все время Лежала Как Паулина Бонапарте И курила Все время курила Непрерывно курила С утра до вечера Курила И было безумно интересно Потому что туда Ходили И вот Приезжали Специально Из Ленинграда Чтобы Читать свои стихи И вот Эти поэти Молодые Из Ленинграда Со своими стихами И вот Они читают Ну Читают стихи И она смотрит И потом говорит Дайте мне Прочитаться Дрожает И вот Ей Прочитаю Ой какой ужас Бам Вот так А это Исчезал Кто-то исчезал На кухню Кто-то исчезал Навсегда И хлопнул Сверху Знаете И каждый день Это было то же самое Ни один раз Она не говорила Вот это мне нравится Понимаете Вот Но надо сказать Что Вы знаете Что Мандельштан Сохранился Благодаря Надежде Яковлевне Потому что Она знала Наизусть Всю Всего Мандельштан Вот Поэтому Из такого До До новых Поэтов Ей некогда Было Да Но было безумно Интересно Да В моем Еще недавнем Прошлом На солнце Камни Раскаля Босые Пыльные Подошвы Полила мне Моя земля И я стонал В клещах Мороза Что ногти С мясом Вырвал мне Рукой Обламывая Слезы И это было Не во сне Там я В сравнениях Избитых Искал Избитых Про воду Там самый день Был Средством пыток Что применяются В аду Я мял В ладонях Полных страха Седые Потные Виски Моя соленая Рубаха Легко Ломалась На куски Я ел Как зверь Рыча Над пищей Казался Чудом Из чудес Листок Простой Бумаги Пищей С небес Слетевшей В темный лес Я пил Как зверь Лакая В воду Мочил Отросшие Усы Я жил Не месяцем Не годом Я жить Решался На часы И каждый вечер В удивление Что до сих пор Еще живой Я повторял Стихотворение И снова Слышал Голос Твой И я шептал Их Как молитвы Их Почитал Живой водой И образком Хранящим В битве И путеводную Звездой Они Единственную Связью Ценою Жизнью Были там Где мир Душил Житейской Грязью И смерть Ходила По пятам И средь Магического Хода Сравнений Образов И слов Взыскующая Нас Природа Кричала Изо всех Углов Что отродясь Не быв Жестокой Успокоенью Моему Она еще Назначит Сроки Когда всю Правду Я пойму И я хвалил Тебя за память Что пронесла Через года Сквозь жгучий Камень Вьюги Замедь И власть Всевидящего Льда Твое Спасительное Слово Простор Душевной Чистоты Где Строчка Каждая Основа Опора Жизни И мечты Вот Вот потому Стреть Притворства Стреть Расклевающего Зла И сердце Все еще Не черство И кровь Моя Еще Тепла Лев Робинштейн О приличиях В последние дни Я по очень Понятным причинам Особенно часто Вспоминаю Это место Из записных Книжек Лидии Яковлевны Гинсбург Одной из умнейших Женщин Прошедшего Века Чувство Общественного Приличия Запрещает Увеливать От своего Происхождения Нельзя Находиться В положении Человека Который Говорит Я русский А завтра Может стать Объектом Еврейского Погрома Да Подписываюсь Под этим Двумя руками Как говорится И при этом Хочу заметить Что ключевым Словом Во всем Этом пассаже Мне представляется Слово Приличие И прочие слова Производимые От него У прилагательного Приличные Например Довольно Много Значений И все Они Так сказать Своевольно Мерцают В нашем Речевом Обиходе С одной Стороны Это слово Означает Иногда Просто Хороший И пригодный С другой Стороны Приличный Является Синонимом К слову Порядочный И И это Синоминичность Иногда Забавно Преломляется В речевой Практике Иностранцев Изучающих Русский Язык Так Даже Не один А двое Или трое Немецких Приятелей В разное Время При разных Обстательствах Сообщали Мне о том Что в этом Ресторане Куда мы Пойдем Вечером Довольно Порядочная Еда Еще У слова Приличный Есть Значение И зарядный Большой Он Между нами Говоря Приличная Сволочь Приходилось Мне слышать Не однажды Впрочем Про порядочную Скотину Тоже приходилось Слышать Синомимы Все-таки Не только Приличное Но и Неприличие Трактуются Иногда Исключительно Широко Главное Субъективно Я почему-то Запомнил Как одна Маленькая Девочка Впервые Посетившая Детский Сад Сказала У нас там В группе Есть один Мальчик У него Такая Неприличная Фамилия Какая же Осторожно Спросила Мать Горшков Давясь От смеха Выкорепнула Девушка Носившая К слову Сказать Приличную Фамилию Вшивцева И слово Неприличный Зачастую Заменяется Словом Пошлый Что не имеет Отношения Ни к приличиям Ни к пошлости Пошлый анекдот Говорят В тех случаях Когда в анекдоте Употребляются Ненормативные Слова Или выражения Следует Заметить Что и о пошлости Лидия Гинсбург Высказалась С таким же Интеллектуальным Блеском Пошлость Это в сущности Искажение Ценности Неправильное Обращение С ценностью Пошлость Либо утверждает В качестве Ценности То, что Для подлинно Культурного Сознания Не ценно Либо унижает Ценные Либо ценности Выработанные В недоступной Ей культурной Среде Применяет Не там И не так Как следует Вырывает Их Из органической Связи Пошлость Свойственна Промежуточным Слоям Стремящимся Паразитически Овладеть Высшей Культурой Своего Времени Которая Им Недоступна Про пошлость Под которой Подразумевают Неприличие Часто Говорят Люди Которые Уверен Вообще-то Не очень Вроде той Самой Девочки Представляют Себе Что в принципе Означают Такие Понятия Как пошлость Или приличие И которые Сами по себе Являются Носительными Скорей Пошлости Чем Приличий Бытовое Хамство Как модус Публичного Поведения Хамство Протекающего С самой Крыши Их Лещущее С потолков На нижние Этажи Давно Уже Стало Чем-то Вроде Этической Нормы Не то Чтобы Даже Изменились Представления О приличиях Но Само Такое Понятие Как Приличие Кажется Вовсе Исчезло Из-за Обихода И не Просто Какие-то Там Вообще Люди И люди Вполне Публичные Люди Из телевизора Или На парламентских Трибунах Ведут себя Так Как будто Вокруг Ник Совсем Никого Нет Ура Гости Разошлись Можно Теперь С облегчением Граничищем Сейфории В растянутых Трениках В линялой Майке Алкоголичке Ни от кого Не таясь И ничего Не стесняясь Расхаживать По дому Воршливо Поругивая До кучливых Гостей Сладко Почесывает Задницу Задушевно Порыгивая И во весь Голос Позевывая От навалившейся Вселенской Скуки Помнит ли Кто-нибудь Из моих Сверстников Такую Довольно Примитивную Аббревиатуру Как МРП Если нет То напомню Когда Где-нибудь Допустим За школьным Зданием Или во дворе Между сараем И ржавым Гаражом Сходилась Компания Тринадцатилетних Балбесов Выкуривающих Одну сигарету На четверых Кто-нибудь Громко Во всеуслышнее Объявлял МРП После чего Немедленно Оглушительно Портил воздух Под жеребячий Гогот Собравшихся МРП Означало Милиция Разрешила Пукнуть Все крепнет Ощущение Что многие Очень Многие Испытывают Настоящую Эйфорию По этому поводу Что им Вполне Официально На самом Высоком Уровне Разрешили Появляться На публике Без штанов И гулко Издавать Нижние Звуки За обеденным Столом Кажется Что совсем Разрушена Худо-бедно Существовавшая До недавнего Времени Общепризнанная Конвенция О приличиях То есть Этической И этической И это уже Как-то не очень Даже смешно Потому что Копившиеся Десятилетиями Подлость Трусость Зависть Возведенная В повседневную Нормость Лживость Мрачно Сопящая Трусость Наступательное Невежество Победительная Безграмотность Сладострастное Ничуть Не скрываемое Холопство Совсем Перестали Стесняться Самих себя Расправили Плечи И суханем С молодецким Посвистом Двинулись Вперед разудалой Пышнотелой Свиньей Стесняться Ты нечего Какие вопросы Алло Милиция Разрешила Сказали же вам Все можно Хотя и не всем Конечно А только тем Кто владеет Волшебным паролем Кто раньше других Успеет выкрикнуть Три заветные Буквы Служащие И лицензии И охранной грамоты И если угодно Символом веры Расскажи Дорогой Что случилось С тобой Расскажи Дорогой Не таясь Может все Потерял Проиграл Прошвырял Может ангел Хранитель Не спас Или просто Устал Или поздно Стрелял Или спутал Бедняга Где верх А где низ В рай Хотел Это верх Ах чудак Человек Что поделать Теперь Улыбнись Может быть Дорогой Ты скакал За судьбой Умолял Подожди И оглянись Оглянулась Она И стара И страшна Наплевать На нее Улыбнись А беду Черт возьми Ты запей Задыми И попробуй Еще раз Садись На коня Хоть на миг Но чуть-чуть Ты ее позабудь Обними Если хочешь Меня Притомился Приляг Вся земля Для бродяг Целый век У тебя Впереди А прервется Твой век Там в земле Человек Потесни Сыдавай Заходи Отдохни Не спеши Сбрось Всю тяжесть Души За удачу Лучше Идти Налегке Все богатство Души Нынче Стоит Гроши Меньше Глины И грязи В реке Сколько Славных Парней Загоняя Коней И рвутся В мир Где ни злобы Ни лжи Лишь покой Если милый чудак Доберешься туда Не забудь обо мне Дорогой Михаил Пришвин Дневник 1932 год Бывало После работы Приду Лягу Как убитый Теперь Лягу И не сплю Все Провожаю В голове Мечта Скину Разум свой И так Понимаю Не везде же Жизнь Как у нас Во всем-то мире Вот бы На этом успокоиться И уснуть Но потому Ведь если Это просто наша болезнь То придет здоровье Болезнь пройдет Но если Думаешь Бы там было здоровье То почему Они допускают Такую чуму И даже Отдают нам Сюда На постройку Крепости Против самих себя Машины Оружия И лучших Своих мастеров Значит Не могут согласиться Между собой И время у них Как и у нас Само идет Разделяя людей Обрекая их На бесилие Так отказывается Разум понятия Опять мечта И вопрос Кто же нас ведет По черному пути Вот так больно Танет Схватишься За сердце Воскликнешь По старой привычке Господи Господи А тут петух Предрассветный Закричит Так вся ночь И пройдет В мечте Дикарь В лесу Бананы ел Рукой Прокорм Прикрыв Сурова И жадно На него Глядел Младенец Племени Чужого Младенец Чмокал Как во сне Дикарь И сам Как был Спросонок Но равнодушно Не вполне Подумал Голоден Ребенок Держаться Крепче Надо впредь Законов Племени И веры Ребенка Хочется Жалеть Хоть он Не из Моей Пещеры Тогда Невидимый Огонь Влетел В него Сорвавшись С неба И он Ребенку Ткнул В ладонь Прообраз Будущего Хлеба Ребенок Ел Он дал Еще Чему-то Смутно Удивился И вдруг Подумал Хорошо И человек На свет Родился Юрий Никулин В 1994 Году Издательство Аутопан Выпустило Мою первую Книжку 999 Анекдотов От Никулина Сразу Сообщают Читателям Что это Анекдоты Не моего Сочинения Они из Народа Хотя Небольшая Часть Мною Действительно Придумана В 1996 Году Исполнилось 60 лет Как я Начал Записывать В большую Записную Книжку Анекдоты Смешные Афоризмы Загадки Случаи Жизни Спустя Три года С этой Книжкой Поехал Служить В армию К тому Времени У меня Было Записано 600 Анекдотов А к началу Войны Их набралось Уже Полторы Тысячи Во время Войны И после Участь В студии Клоунады Став Клоуном И наконец Став Директором Цирка Я время От времени Пополнял Свою Коллекцию Муж Приходит Домой Пьяный Жена Спрашивает Где Был Мы С Мишкой В шахматы Играли А почему От тебя Водкой Пахнет А чем От меня Шахматами Пахнуть Должно Я Публикую Анекдоты Только те Которые Много Смешных Остроумных Но на мой взгляд Непечатных Анекдотов Остались За бортом Один человек Уверял Меня Что самый Неприличный Анекдот Можно рассказать Прилично Согласен Но если Рассказывать Другими Словами Будет Не так Смешно Говорят Из песни Слово Не выкинешь Так и в Анекдотах Выкинь Наиболее Сочные Выражения И он теряет В весе И качестве Для кого Печатаются Анекдоты В моем Сборнике Да для Всех Больших Маленьких Серьезных И легкомысленных Прежде всего Я рекомендовал Бо читать Эту книжку Людям Со слабым Здоровьем И тяжело Больным Не говоря Уже О выздоравливающих Им В первую очередь Это будет Полезно Я твердо Уверен Да это Доказано Видными Учеными Что юмор Помогает Переносить Тяготы Жизни Смех Действует Благотворно На больной Наш организм Улыбаясь Хохоча Смеясь Даже до упаду Человек Сам того Не подозревая Убивает Многие Зловредные Бактерии Заполняющие Его тело В одной Американской Больнице В палаты К тяжелобольным Детям Почти ежедневно Стали приходить Клоуны Эксцентрики Веселые Фокусники Рассказчики Смешных Историй Кроме того Несколько раз В неделю На большом экране Демонстрировали Веселые Мультяшки И потом Примерно Через месяц Полтора Сравнили Результаты Этой И другой Больницы Где лежали Дети С подобными Заболеваниями И всех поразил Факт Что в этой Больнице Где применяли Смехотерапию Больные Выписывались В среднем На 10-12 Дней раньше Анекдоты Которые Вы прочитаете В основном Рассчитаны На людей Любящих И понимающих Юмор Но рекомендуется Так же И людям Без тени Юмора Сухарям Обладающим Мрачным Характером Рабинович У вас На голове Сидит Муха Вы что Хотите Сказать Что я Говно Я ничего Не хочу Сказать Но Муху Не обманешь Американец Угощает Рабиновича Черной Икрой Боже Как вы От нас Отстали Говорит Рабинович Мы это Ели Лет 50 Назад По улице Еле-еле Идет старый Рабинович Ему кричат Рабинович Как ваше Здоровье Не дождетесь Рабинович Говорят Вы большой Интриган Да Но кто Это Ценит Телефон И звонок Общество Память Слушает С вами Говорит Рабинович Скажите Пожалуйста Действительно Евреи Продали Россию Да Да Продали Еврейская Морда Че Тебе Нужно Да Я хотел Бо Узнать Где Я могу Получить Свою Долю Может ли Анекдот Кого-нибудь Обидеть Считаю Что Обижаться Могут Лишь Люди Лишенные Чувства Юмора Дочка Брежнева Вспоминала Что Часто Бывая У отца В доме На его вопрос Какие новые Анекдоты Рассказывают Про него Она Пересказывала Их И все Окружающие Смеялись Вместе С Леонидом Ильичем Есть у меня В коллекции Подборка Анекдотов Про Никулина Витсена И Маргунова Которых Скопилось Около сотни Они в эту книжку Не вошли Но может быть Я их помещу В следующий Сборник Хотя мы В комедиях Леонида Гайдая Выступали Как трус Бывалый Балбес Анекдоты В народе Рассказывают Как Об артистах Называя персонажей Разными фамилиями Как будто Мы такие В жизни Я когда Услышал Первый анекдот Про наш Тройку Кстати Примитивный И непристойный Ахнул Надо же Какой анекдот Про нас Потом Рассказал своим Дома смеялись Однако Ни один из анекдотов Меня ни разу Не обидел Говоря об обидах Упомяну Чукчи Чапаева С Петькой Прапорщиков Штирлица И так далее Здесь нет Никакого Злого высмеивания Только единицы Могут лезть В бутылку Действительно Все понимают По-своему Так Один из первых Анекдотов Про Василия Ивановича Услышал за столом Здравствующий Тогда маршал Семен Михайлович Буденный Все присутствующие Засмеялись Но Буденный Даже не улыбнулся И когда смех Утих Воскликнул В сердцах Вот ведь правильно Я ему говорил Учись, Вадька Над тобой Смеяться будут А если кто просто Улыбнется Мне это будет Радостно сознавать Потому что Даже после Небольшой улыбки В организме Обязательно Дохнет Один маленький Микроб Январь 1997 Год Ваш Юрий Николин В Одессе Нища Просит Милостыню Подходит Исаак Долго Ищет В карманах Наконец Достает Один рубль Кидает В его шляпу И говорит Извини Абрамчик Вчера я женился Теперь у меня Жена Теща Так что Не могу Тебе давать Два рубля Абрам Вскакивает И кричит На всю улицу Евреи Евреи Идите Скорее Сюда Посмотрите На этого Потца Вчера Он женился Сегодня Я должен Кормить Его семью Мило Мило Во всей земле Во все пределы Свеча горела На столе Свеча горела Как летом Роем Машкара Летит на пламя Слетались хлопья Со двора К оконной раме Метель Лепила На стекле Кружки И стрелы Свеча горела На столе Свеча горела На заренный потолок Ложились тени Скрещение рук Скрещение ног Судьбы Скрещение И падали Два башмачка Со стуком На пол И воск Слезами С ночника На платье Капал И все терялось В снежной мгле Седой и белой Свеча горела На столе Свеча горела На свечку Дуло из угла И жар соблазна Вздымал Как ангел Два крыла Крестообразно Мело Весь месяц В феврале И то и дело Свеча горела На столе Свеча горела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok